Что мужчина ждет от своей жены? Какую основную эмоцию он ожидает от своей жены? Главная эмоция, согласно современным психологам, я приведу пример с Корана и Сунна позже, главная эмоция, которую мужчины хотят от своих жен, это уважение. И между прочим, я могу привести из Корана и Сунна, чтобы продемонстрировать эту реальность. Аллах Свят Он и Велик говорит. Субтитры создавал DimaTorzok Что мужчины являются каввам над женщинами. И каввам означает быть попечителем. Это буквальное значение из Корана. Каввам означает тот, кто заботится о других, тот, кто будет ответственным. Так что же значит быть ответственным? Это значит тот, кому проявляют уважение. Имеется известный хадис, и нет сомнения, что им злоупотребляют, и нам следует указать об этом. Но это очень известный хадис, когда однажды Муаз ибнаджаббаль вернулся из Сирии, и он вошел в мечеть пророка, алей-иссаляту ассалям, и упал на земной поклон перед пророком, алей-иссаляту ассалям. Тогда пророк, саллаллаху алей-иссалям, сказал ему. «О, Муаз, что ты делаешь? Кто сказал тебе поклониться передо мной? Почему ты сделал это?» И Муаз ибнаджаббаль сказал. «Я вернулся из Сирии и обнаружил, что там люди преклоняются перед своими раввинами, лидерами в знак уважения. Я подумал, что ты заслуживаешь уважения больше, чем эти священники и раввины. Что же сказал пророк, алей-иссаляту ассалям? Поистине, Аллах запретил человеку поклоняться другому человеку». А здесь передали имамы Бухари, муслим Абу Дауд и Ат-Тримези. «Поистине, Аллах запретил человеку поклоняться другому человеку, но если бы им было позволено сделать это, если бы было хоть какое-то исключение, но нет такого, но если бы это было дано, я бы сказал, чтобы жена поклонилась перед своим мужем». Из-за чего? Из-за уважения и обязательства, которые она должна ему. А какого характера поклонение это? Поклонение, уважение. А о чем это говорит? О том, что жена проявляет уважение к мужу. А что муж дает ей взамен? А муж даст ей ту любовь, заботу и внимание, которые ждет жена. Вопрос в том, что значит для жены уважать своего мужа? Что значит для нее выражать уважение к нему? Есть несколько особенных пунктов. Первое. Уважайте его знания и мнения. Уважайте знания и мнения своего мужа. Когда ваш муж принимает решение, не путайте его, не вносите сомнения. Не заставляйте чувствовать его, что он не умный, не знающий того, что делает. Иными словами, не относитесь к нему, как к ребенку. Классический пример, который происходит все время. Муж едет за рулем, и жена думает, что это не та дорога. Она говорит, «Нет, тебе следует съехать здесь. Ты упустил съезд. Тебе нужно было повернуть здесь. Что же, получается, произошло?» Муж становится раздраженным. «Я знаю, куда я еду. Не волнуйся. Это впереди». Что же это означает? Жена усомнилась в своем муже в смысле ответственности. И что начинает происходить, когда муж слышит такое? Каким он начинает становиться в таком случае? Он начинает спорить, резко возражая, «Что ты вообще знаешь?» «Ты сделала так-то и так-то». Теперь, если он не прав, а ты была права, это ведет нас ко второму пункту. Представьте, вы были правы, что там и был съезд с дороги. Это ведет нас ко второму пункту. Пусть ваш муж совершит эту ошибку и учится посредством собственных ошибок, потому что, когда он ошибается, у него не будет шанса злиться на других. Но если вы ошибетесь, сказав своему мужу совершить эту ошибку, потом уже этому просто не будет конца края, и вы все понимаете, о чем я. Позвольте своему мужу ошибиться. И пусть он учится на своих же ошибках. Не становитесь ему мамой. Ни один мужчина не желает жениться на матери подобной личности. У него есть мать, хвала Всевышнему за это. Он не желает, чтобы его жена читала ему нотации, доставала его, так как только его мать может делать это. Так? У матерей есть преимущества. Они не распространяются на невесток. Итак, представьте, что он все же повернул неправильно и упустил этот съезд. И что же? Он больше никогда не пропустит этот съезд снова. Он научится на своей ошибке. И тот факт, что вы не доставали его, а просто сохраняли спокойствие, вы позволили ему принять решение, и все, ничего страшного. В следующий раз подобное не случится. Третий пункт о проявлении уважения. Доверяйте его способности брать на себя проекты, которые он хочет реализовать. Не будьте саркастичны, или не подавляйте ни один из проектов, которые он чувствует, что он хочет реализовать. К примеру, есть протекающий кран, и ваш муж приходит с инструментами для сантехники с целью починить. А вы, ха-ха, и ты собираешься починить это? Что вы только что сделали? Вы просто взяли его эго, и вы не просто укололи его маленькой иголочкой, вы вонзили ему нож в спину. Муж буквально подумает, если ты думаешь, что я не способен починить протекающий кран, ты не веришь, что я смогу это сделать. Что ты вообще думаешь, я смогу? То, что вы сделали, и я буду предельно откровенным здесь, я говорю это как мужчины. Мужчины, я извиняюсь и прошу прощения, что выдаю секрет, но я должен ради сохранения наших семей. Я знаю, что это немного шокирует вас, сёстры, но у мужчин очень большое эго. Так что если вы сделаете что-либо, чтобы подавить это эго, вы и раните мужскую гордость. Поэтому поощряйте его эго, дайте ему ошибиться. Я расскажу вам ещё другую вещь, сёстры. Откровенно говоря, если ваш муж берётся за что-то, вас удивит то, что 9 раз из 10 он поступит одинаково. Это просто факт. Когда мужчины совершают ошибку, они вернутся и будут совершать её снова и снова, пока наконец не сделают правильно. Аллах создал нас такими. Всё время доставать его, пытаясь находить ошибки, или же подавлять его эго, честное слово, это очень проблематично. И откровенно говоря, это своего рода унижение и боль для хрупкого мужского эго. Мужчина чувствует, что он защитник. Если же вы бросите ему вызов и скажете, «Как ты можешь защитить меня от протекающего крана?» Этим вы просто сказали, «Я не верю в тебя». Вы просто сказали, «Я не чувствую, что ты достаточно способен защитить меня и позаботиться о домашних делах». Это самый низ. Дайте ему сделать это. Представьте, что он хочет написать книгу или же осуществить какой-то проект. Дайте ему сделать это. Позвольте ему найти свой путь и, возможно, он не самый лучший сантехник. Хорошо? Но когда вы подавляете его эго, это породит проблемы в его сердце в отношении вас. Он не будет любить вас так, как вы хотите, чтобы он вас любил. Дайте ему почувствовать, что он тот, кто заботится о вас. Ваш добытчик, что кауам, тот, кто будет защищать вас. Поэтому ищите убежище у него, ищите приют в нем. Да, дорогой, конечно же, ты починишь этот кран. И представьте потом, по воле Аллаха он и на самом деле починит этот кран. Также, когда от вас исходит что-то негативное, иногда такое бывает, я не говорю, что вы всегда должны быть спокойны и не замечать никаких ошибок или еще чего. Но когда вы говорите что-то негативное, выбирайте слова и тон своего голоса с осторожностью. Одна из главных причин, на что жалуются мужчины, это постоянное нытье жен. Это потому, что мужчинам кажется, что женское нытье это проявление неуважения. Мужчине кажется, что жена все время напоминающая мне. Снова приведем пример с краном. Дорогой, у нас течет кран. Не мог бы ты починить его? Уже прошла неделя? Уже две недели? Когда же ты починишь его? К чему же ведет такое постоянное нытье? Мужчина просто возненавидит этот кран. Это не приведет к позитивным изменениям. Наоборот, скажите ему то же самое в позитивном тоне. К примеру, и между прочим, причина, по которой мужчина не чинит этот кран, в том, что у него имеются важнее дела. У него крайний срок на работе. И он понимает, что этот крайний рабочий срок важнее протекающего крана. У него есть и другие проблемы важнее этого крана. Так ведь? У вас нет этих проблем, но у него они есть. Поэтому постарайтесь напоминать ему в мягкой форме. Дорогой, я помню, что говорил о тебе о кране на прошлой неделе. И знаю, что у тебя много других дел. Когда у тебя будет возможность, иншалла, сделай, пожалуйста, это. Все дело в тоне. Все дело в позитивном тоне и в отказе от негатива. Не быть саркастичным, а быть искренне позитивным. А если вы должны пожаловаться, то никогда не используйте слово «ты», наоборот, используйте слово «я». Позвольте привести вам пример. Ваш муж приходит домой поздно, и он не позвонил вам. Он пришел поздно с работы, вы начинаете злиться на него. Ты ни разу не позвонил мне, ты всегда должен звонить мне. Что вы только что сделали? Встревожили его? Так? Матери и отцы могут говорить такое своим детям. Конечно, лучше позвонить, пока придете. Но для жен поступать так, откровенно говоря, это точно не принесет любовь. Знаете что? Я научу вас той фразе, сказав которую, в Аллахе, каждый раз задерживаясь, он будет звонить вам. Дорогой, ты не позвонил мне, и ты пришел поздно. И я волновалась за тебя. Постоянно я волновалась за тебя. Я не знала, где ты. Я не знала, что делать. Этим вы заставите его почувствовать свою вину, что он отправится на Луну и вернется назад ради вас. Все дело лишь в словах, когда вы даете ему почувствовать себя мужчиной. Ты должен заботиться обо мне, но ты не сделал этого, потому что заставил меня волноваться за тебя. И это все. Чем относиться к нему, как к ребенку, упрекать его, будьте настоящей женой и скажите ему, что волновались за него из-за того, что он пришел поздно. Я ждала твоего звонка. Так ведь? Когда вы берете это на себя, и это относится ко всем ситуациям. Представьте, что муж сказал что-то грубое, и вместо того, чтобы говорить ему, ты всегда говоришь так, вам следует сказать, ты ранил меня этими словами. Снова сводите все на себя. И когда вы скажете, ты ранил меня, муж автоматически почувствует, да, я был слишком груб, мне не следует так поступать. Он почувствует себя виноватым, и именно этого вы и желаете, чтобы он почувствовал свою вину, когда он груб с вами. А когда же вы упрекаете его, то он не будет чувствовать вину. И все вы знаете это по опыту. Хотите, чтобы он чувствовал себя мужчиной, ведите себя как женщина, и он будет чувствовать себя как мужчина. Действуйте как женщина, ведите себя женственно, и он придет и будет вашим спасителем. Последний пункт для сестер. Никогда, ни при каких обстоятельствах, не шутите о чести и способностях своего мужа на людях. Никогда не делайте этого. От этого всегда будет только вред. Мужу никогда не нравится быть обсменным своей женой. И это не принесет ничего хорошего в мужа в отношении жены. Сестры, позвольте спросить вас. Вам бы понравилось, если бы ваш муж подшучивал над вами, как вы выглядите на людях? Вам бы понравилось, если бы ваш муж подшучивал над вами на людях, как вы выглядите? Если ваш муж упомянул о пару килограммах, которые вы набрали за лето вместе с Рамадан на людях, как бы вам это понравилось? А мужское эго еще хрупче, как я уже говорил. Если вы будете насмехаться публично над тем, что делает муж, этим вы серьезно раните его эго. Наоборот, поступайте противоположенно. Хвалите его. В следующий раз среди родственников, среди его родителей, похвалите его. И хвалите его в лицо перед его родителями и родственниками. Машаллах, как он хорошо заботится обо мне. Он очень любящий человек. Представьте, что он помыл посуду один раз в прошлом году, только один раз. Вы скажете, Машаллах, Табарак Аллах, он помыл посуду. Поверьте мне, на следующий же день он помоет посуду для вас. Все дело в позитивном поощрении. Станьте той ранимой девочкой, и он станет вашим принцем и рыцарем в сияющих доспехах. Субтитры создавал DimaTorzok